Девушки отдыхают Девушки отдыхают Барабан – инструмент особый, а его музыка способна заставить танцевать кого угодно. Так считает артист муниципального оркестра духовой эстрадной музыки перкуссионист Тенгиз Цулая. По его словам, такое желание в человеке пробуждают все ударные, ведь ритм – это естественные импульсы организма, который легко подстраивается под мотив. Изначально я учился на аккордеоне, то есть это был мой основной инструмент. Первый раз, когда я услышал ударные инструменты, в это время я обучался в музыкальном колледже в городе Оренбурге. Услышал первый раз барабаны, играл парень на ударной установке. Видите, вот инструмент у нас, да, ударная установка. И в этот момент меня, не знаю, если правильно выразиться, как бы переклинило. И с тех пор я полностью посвящаю себя свое время ударным инструментам. Ну, как объяснить, когда звучат ударные, мое тело, в общем, вот так вот заводится. Вот, и я стараюсь вот это передать тоже зрителю, вот этот эффект. Ну, то, что сам кайфую от исполнения на инструменте, и, естественно, я думаю, что зритель тоже это понимает, как передачу энергии, да, такой, передачи энергии ритма. Доброе утро, товарищи! Мы работаем! Уже три года Тенгиз работает для магаданского зрителя. В 2020 году переехал сюда по приглашению руководителя оркестра Алексея Грашевика. Кстати, пример ему подал лучший друг и наставник в музыкальной сфере Антон Кузьмин, который в коллективе с 2016-го. Меня, на самом деле, пригласили сюда еще пораньше, хотели, чтобы я прилетел. Но в тот момент я преподавал в колледже, в музыкальном колледже в Оренбурге, и у меня были студенты. Получилось так, что мы договорились с Алексеем, я этот год доучиваю студентов, передаю их своему коллеге, и потом я прилетаю. Но он до последнего думал, что я передумаю. И когда я согласился, он уже, потому что он сказал, что договор, и что я человек как бы в этом плане ответственный, если я сказал, то я действительно сделал то, что предполагалось. О решении переехать в Магадан Тенгиз не пожалел ни разу. Почти сразу почувствовал, здесь он как дома. Мне очень понравилось. Я, кстати, сразу, вот даже первые два месяца, когда проживал в Магадане, когда прилетел уже, да, прошло два месяца, я что-то родное такое почувствовал. Хотя я сам тоже родился на юге, то есть в Грузии, в Зистафоне, в городе, да, тёплый город, солнечная страна. И все удивлялись, как вот ты, и в Магадан, почему. Ну, у людей, как обычно, складываются стереотипы, много стереотипов о Магадан, где-то очень далеко. И ассоциация вообще с какими-то непонятными мыслями у людей в голове. Просто отнесу, да, здесь не были, так сказать. Прилетите, посмотрите, узнаете. Я как бы так говорю всем. Такие же отношения с коллективом. По словам музыканта, оркестр стал его второй семьёй. Здесь идеи каждого воспринимают с энтузиазмом, поддерживают все начинания и творческие порывы. Мы очень здесь сплочённо, дружим. Вместе делаем интересные какие-то моменты, проекты. Даже во время пандемии мы снимали клипы, чтобы нам не скучно было, так сказать. Придумывали разные интересные моменты. Да, у нас клипы есть вот 20-го года. Потому что оркестр, деятельность приостановилась. Концертов нельзя было проводить, концерты в это время. Поэтому мы находили выход из ситуации такой, что нужно что-то делать. К счастью, это время позади. И сейчас у оркестра по несколько масштабных проектов в год. Ближайший концерт состоится в ноябре. Это будет продолжение образовательной программы «Секреты духового». В этот раз слушатели познакомят с его самой громкой и ритмичной частью – ударной секцией, в которую входит множество инструментов. Количество ударных инструментов в мире, на самом деле, насчитывается огромное количество, наверное, более ста. И, естественно, на всех, все можно по чуть-чуть охватить, на каждом можно поиграть, почувствовать его. Но профессионально, да, профессионально, обычно музыканты используют в своей деятельности то, что им необходимо, допустим, в концертной деятельности, в работе. Мои основные инструменты, которые я использую в духовом именно оркестре – это вот бонги, латиноамериканские инструменты. Бонги называются. И конги, две конга. Можно их как бы соединять, миксовать, то есть эти инструменты. Как бы вот так. Это, наверное, сказать, самые основные инструменты, на которых я чаще всего исполняю музыку. Точнее, вот в качестве красок в оркестре. Ну, где-то у меня даже есть сольные кусочки. Специально Алексей мне дает возможность себя, так сказать, показать не только как аккомпанирующий инструмент, а именно как солирующий инструмент тоже. Сейчас я покажу еще инструмент. Африканские джембы. Такой вот большой инструмент. У него тон немножко побольше, пониже. Такой вот он звучит вот так. Такой вот у него благородный звук, низкий. Вот этот инструмент я очень сильно люблю. Ну, в общем, не могу и не рассказать об этом прекрасном инструменте. Общее название этого инструмента – кавказский барабан. У разных народов Кавказа он называется по-разному. Вот мы будем в концерте исполнять азербайджанскую музыку. Этот барабан называется «На гора» у Азербайджан. У армян он называется «Дгол». У грузин – «Доли», еще по-другому его «Доли» называют. То есть очень много названий. Но обычно, допустим, когда, к примеру, просто какой-то номер или концертное исполнение, я обычно прошу, чтобы называли его просто «Кавказский барабан». Не причислять никакой национальности именно, а просто «Кавказский барабан», потому что он везде по-разному называется. Он имеет много разных техник, очень техничных, красивых. И я этот инструмент еще постигаю, так сказать, изучаю, потому что он требует отдельного внимания. Потому что если взять вообще отдельный ударный инструмент, и каждый инструмент требует определенной отдачи, подготовки, занятий. И поэтому все невозможно сразу разом охватить. Поэтому концерту стараемся именно на том инструменте, на котором играем, побольше ему уделить времени. Познакомиться с каждым инструментом колымчане смогут 18 ноября на концерте «Барабашки», который начнется в пять вечера в Муниципальном центре культуры. Продолжение следует...